Эдуард Аркадьевич Асадов. Гибнущая деревня. 22 мая 1998 года. Москва. Читает Лев Литвинов. Умирают деревни, умирают деревни. Исчезают навеки, хоть верь, хоть не верь. Где отыщется слово суровей и гневней, чтобы выразить боль этих жутких потерь. Без печали и слез, будто так полагается, составляется акт, что с таких-то вот пор деревенька та с длинных учетных снимается, и ее больше нет. Вот и весь разговор. А ведь как здесь когда-то кипела жизнь с гулом техники, свадьбами и крестинами, воевали с врагами и вновь брались, и трудиться, и свадьбы справлять с любимыми. И бурлила бы с шуткой и смехом жизнь, и пошла бы считать она вверх ступени, если б в душу ей яростно не впились всех, кто жаждал свалить ее на колени. Почему покидают тебя сыновья? Отчего твои дочери уезжают? Потому что нищают твои края, и тебя в беззакониях попирают. Сколько сел на Руси, что от благ далеки, нынче брошены подло на прозябание, где живут, вымирая, одни старики, и стираются с карты былые названия. Сколько мест, где село уж давно не село, где потухшую жизнь только пыль покрывает, где репьем, как быльем, все до крыш поросло, и в глазницах окон только ветры гуляют. Впрочем, есть и деревни, где жизнь и труд, и в сердцах еще где-то надежда бьется, только сел, где не сеют уже и не жнут, не поют, не мечтают и не живут, с каждым годом все больше под нашим солнцем. Так на чем же, скажите, живет Россия? И какой поразил нас суровый гром? Что ж мы делаем, граждане дорогие? И к чему же в конце концов придем? Пусть не знаю я тонкостей сельской жизни, пусть меня городская судьба вела, только всех нас деревня произвела, из которой все корни моей отчизны. Это значит... А что это вправду значит? Значит, как там не мучайся, не крути. Но для нас нет важней на земле задачи, чем деревню вернуть, возродить, спасти. А покуда в нелегкие наши дни за деревней деревня одна, другая, обнищав, словно гасят и гасят огни, и пустеют, безропотно исчезая.